Цветок на вершине горы прекрасен, но не досягаем. А лучшие боксеры досягаемы, но совсем не прекрасны. Привет, дробящие зубы жайворонки! С вами Федорович, а сегодня мы посмотрим на самого яркого боксера в истории с огромной базой фанов Насима Хамеда по прозвищу Принц. Он подлетал к рингу на ковре самолете, приезжал на машине, его выносили рабы, а также было еще много разных чудес, которые он демонстрировал зрителям. Сам Насим называл ринг своим домом и вел себя в нем как заядлый дискомэн, вернувшийся после ночного клуба под колесиками счастья. Но будучи феноменальным боксером-левшой, такое шоу и бравада ему только помогали уничтожать соперников в невероятно ярком стиле. Он завоевал титулы чемпиона мира в полулегком весе по версиям WBO, IBF, WBC и IBO. Он признан лучшим полулегковесом Британии всех времен и введен в международный зал славы бокса. Насим Хамед родился 12 февраля 1974 года в Шеффилде, Англия. В 6 лет батя отдал его в секцию бокса, так как у малого было шило в жопе и бате это надоело. К счастью Шпиндалета, он попал в зал Винкабанг Брэндону Инглу, который сразу рассмотрел в нем огромный талант и в дальнейшем стал для него не просто тренером, а настоящим наставником, который взял над ним шефство и отвечал за него. Кстати, малой уже в 12 лет заявил журналистам, что станет чемпионом мира. Человек хорошо делает то, что любит, но на прямой дороге к успеху всегда ведутся ремонтные работы. В 18 лет принц начинает выступать в аматорах по взрослым и разрывает свою весовую категорию, забирая титул чемпиона Англии, которым он становился в дальнейшем еще не раз. А в 20 лет после серии побед, множество из которых были нокаутом, Хамед встречается со своим первым серьезным соперником итальянцем Винченцо Белкастро. Отправив Винченцо в нокдаун на первых секундах боя, а потом и в пятом раунде, но рефери этого как бы не заметил, Насим весь бой издевался над итальянцем, как хотел, в итоге завоевав титул чемпиона Европы в легчайшем весе. Чем спелее становится колосок, тем он ниже к земле, а чем лучше становится боксер, тем он поднимается выше. Глазго, Шотландия, 1995 год. Насим встречается с Армандо Кастро, которого полностью деклассирует и разрывает в клам. Отправив мужика дважды в нокдаун в четвертом раунде, рефери надоело смотреть на это побоище, и он остановил бой, отдав заслуженную победу принцу. В 1995 году Хамед провел еще три боя, разбивая соперников в первых раундах, абсолютно не давая им никаких шансов. Друзья приходят и уходят, а вот враги только накапливаются. Так же у хороших боксеров соперники. Чуть позже, в этом же 1995 году, принц проводит свой первый бой за титул чемпиона мира по версии WBO против Стива Робинсона. Это уже была серьезная оппозиция. 26-летний Робинсон уже 7 раз защищал свой пояс и не собирался отдавать свое украшение, на которое отлично ведутся девки в кабаках. Бой был фантастическим. Насим сразу подобрал свою дистанцию и демонстрировал невероятную скорость. В то же время Робинсон работал только с глухой защитой, выжидая свою возможность для удара. В середине пятого раунда Хамед отправил Стива в нокдаун, а в середине восьмого раунда рефери остановил бой, объявив нового чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе. Но как в миске борща всегда есть женский волос, так и любая победа имеет горечь. В этом поединке Насим впервые повредил руку, и эта травма будет преследовать его всю жизнь. Чужое страдание можно терпеть хоть три года, поэтому Насим заставлял страдать всех, кто претендовал на его новенький блестящий пояс. Саида Лаваля принц отправил на канвас на первых секундах, закончив бой в первом раунде всего тремя ударами. С Даниэлем Алисией зрители увидели жесткий бой, в котором сошлись скорости техника против характера и силы. Насим даже побывал на канвасе, но бой закончился довольно быстро нокаутом. Оппозиция в лице Мануэля Мэдины была очень серьезной, ведь мужик был дважды чемпионом мира и хотел забрать свою прелесть обратно. Но принц побрякушки просто так не раздает. С первых секунд Хамед двигался, как неуловимый комарик, и жалил, как ненасытная самка комара, отправив Медину в нокдаун в первом раунде. После чего он хотел закончить, добив пацана, но ему это не удалось, аж до 10-го раунда, где он все-таки отправил Мануэля в нокдаун еще дважды, а в 11-м секунданты сняли его с боя. Февраль 1097 года у Насима наконец появляется возможность провести объединительный бой за пояса WBO и IBF против Тома Бумбум Джонсона, который является чемпионом на протяжении 4-х лет. Но как жена всегда находит заначку, всегда найдется боец, который захочет забрать твою славу. Это был невероятный бой с жестким обменом ударами, бешеной скоростью и феноменальным количеством ударов. СНОК БАЛЬСКОБИНeker Третьего раунда преимущество Хамеда становилось все более явным и в восьмом раунде чемпионство Джонсона закончилось, а Хамеда началось. Со своим следующим соперником Билли Харди, чемпионом Англии, принц разделался всего за 93 секунды, не увидев серьезного сопротивления. Перловка у соседа на халяву всегда вкуснее пельменей дома. Так и все боксеры рано или поздно должны покорить Америку. Конец 1997 года. Прибытие Насима Хамеда в США на British Airways освещается огромным количеством СМИ. Кевин Келли, бывший чемпион WBC, выступил в лице американской оппозиции, а бой проходил на Madison Square Garden. В этом бою Хамеду пришлось даже отступить от своего привычного шоу-стиля, но тем не менее бойцы показали очень яркий бой, отправляя друг друга в нокдауны. Но тем не менее яркая победа нокаутом в четвертом раунде подкорила сердца американцев, увеличив и так огромную фан-базу. Этот бой стал для Принца переломным в карьере. Это был первый бой на HBO, который принес ему много денег. А также он расстался со своим тренером Инглом, который воспитывал его с детства. Сам тренер заявил, что Насим уже не тот. Слава и деньги его слишком разбаловали, и он уже не может так усердно тренироваться, как раньше. Поэтому через пару боев ему нужно завязывать. После покорения Америки у Хамеда была защита титула против Вильфредо Васкеса, которого он отправил в технический нокаут в седьмом раунде. Также у Хамеда был серьезный и изнурительный бой против Уэйна Маккалоу, который прошел все 12 раундов. Но судьи единогласно отдали победу Принцу. Затем был тяжелый бой против будущего обладателя пояса IBF Пола Ингла, которого Насим победил техническим нокаутом в 11 раунде. Пельмени будут рады, если все люди на земле станут вегетарианцами, но они этого не дождутся. А в октябре 1999 года Насим дождался объединительного боя за пояс WBC и WBO против жесткого мексиканца Сезара Сотто, который прошел в США. Это была непростая победа для Принца, ради которой ему пришлось отбоксировать все 12 раундов, в двух из которых ему снимали очки. В марте 2000 года Хамед встречается с непобежденным обладателем титула IBF Африканцем Вуяни Бунгу, которому не помогли шаманские штучки накуренных вождей племени, и он отправился к предкам без трубки мира в середине четвертого раунда. Лето, жара, пляж, купальники и коктейли. Но только не для боксеров. Август 2000 года Насим встречается с Оги Санчесом, который известен прежде всего тем, что последним победил Флойда Мейвезера. Да, именно того самого Мейвезера. Правда, по любителям. Но все равно это говорит о многом. В тяжелом бою, в котором принца неслабо потрепали, он, как обычно, проявил характер и отправил Оги в тяжелейший нокаут под конец четвертого раунда. В пятнадцатый раз, сохранив титул чемпиона WBO за собой. Без огня Хворост не загорится, а без беды карьеры не бывает. В этом злополучном бою Насим сломал руку, и ему сделали тяжелую операцию, после чего он полгода не ходил в зал и набрал 15 килограмм лишнего веса. Он отказался от титула WBO, чтобы не драться с никому неизвестным обязательным претендентом Ковачем и подготовиться к поединку с Барерой. Благородный человек не помнит старого зла, а боец, выходящий на новый бой, не должен думать о былых победах. 7 апреля 2001 года в Лас-Вегасе на МГМ Гранд-Арене состоялся один из самых памятных поединков в истории бокса и в карьере обоих бойцов. Марко Антонио Барера, готовясь к этому бою, тренировался как монак в Биг Беер, и по окончанию сбора был в лучшей форме за свою карьеру. В то же время Насим Хамет тренировался в старом доме Бинго Кросби, а когда Эммануэль Стюарт приехал посмотреть на последние две недели подготовки, которые включали спарринги, сразу забеспокоился. Он видел, что Барера был острым и опасным, как заточка, в то время как Насим относился к спаррингам с молодыми мексиканцами в кемпе абсолютно несерьезно. Но, несмотря на это, Барера был в этом бою андердогом со ставками 3 к 1 в пользу принца. Барера одержал победу единогласным решением судей. Кстати, контракт включал в себя возможность реванша, но он так и не состоялся, Несмотря на то, что это был самый кассовый бой в полулегком весе за всю историю бокса в Америке. Это поражение было единственным в карьере великого принца Насима Хамеда, поставив единичку напротив 35 побед. 18 мая 2002 года принц вышел в ринг против Мануэля Кальво за титул чемпиона мира по версии IBO, который выиграл судейским решением по истечению 12 раундов, но было свистом зрителями за вялый и равнодушный бой. Не объявляя завершения карьеры, в 28 лет он перестал боксировать, хотя много раз говорил, что еще вернется. Но этого так и не произошло. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. А также пишите в комменты, вы как Насим Хамед деретесь на кухне и в кабаках, или еще ярче. Благодарю за просмотр. Пика! Все, дорогой, спокойно. Защита! Нагару, дядя, просто, переваривайтесь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять и у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять и ребро вот достать у человека. И этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Как бы ни отходим из этого образа, представляем, что мы медведи. Продолжение следует...